Санкт-Петербург 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 по квитанциям, которые были выданы в марте месяце, они превысили февральские. Для того, чтобы перепроверить, насколько корректно, правильно это было посчитано, в чем причина разобраться, в первую очередь, в причинах, ну и расставить точки над «и» в дальнейшем. В итоге, что мы имеем сегодня, на сегодняшний момент? Вот на пятницу, на 15-й? В настоящий момент у нас, ну, я могу сказать только о том, что вы поймете, что мобильная группа – это группа, состоящая из большого количества специалистов, в каждую из этих групп жилищный комитет делегировал своего представителя. Я могу вам сказать только о той информации, которую я собрал с представителями жилищного комитета в рамках этих мобильных групп. Эта информация не является полной по той простой причине, что, ну, в ряде мобильных групп каждый из сотрудников мобильной группы отвечал за свое направление и не всегда может владеть информацией о проверках в целом. По информации, которая собрана с представителей жилищного комитета, Это вот по состоянию там на утро сегодняшнего дня было проверено там более 400 адресов по городу в целом. Но это представители жилищного комитета, я еще раз говорю. Это вот те проблемные адреса, которые были заявлены? В том числе, да, те проблемные адреса, которые были заявлены, где-то примерно нарушения были выявлены в 10% из этих адресов. Но это, опять-таки, еще раз повторюсь, предварительные данные. Проверки в настоящий момент продолжаются. Были ли какие-то грубые нарушения? Такие, за которые стоит, не знаю, как-то оштрафовать управляющую компанию? Ну, в качестве примера могу там назвать несколько адресов. Значит, вы поймите, что когда переходили на новую систему оплаты, связанную с 354-м постановлением, эта ситуация была новой, в том числе и для представителей управляющих организаций. Введение данных по конкретным многоквартирным домам есть процесс, которым управляющая организация может заниматься квартирная группа, состоящая из пяти, семи, трех бухгалтеров, в каждом случае разный. Естественно, каждый из нас может допустить ошибки, в том числе при вводе информации непосредственно. И по одному из адресов, например, это Василеостровский район, если мне память не изменяет, там была ошибка, но не ошибка в этом месяце. То есть, просто сопоставили, выяснилось, что начисления превысили. А в феврале месяце при вводе данных сотрудник управляющей организации допустил ошибку в знаке. Причем допустил ошибку в знаке не в сторону увеличения, а в сторону уменьшения. Ну, например, он должен был ввести, условно говоря, по многоквартирному дому 300 гикокалорий, а ввел 3, и сколько-то еще. То есть, соответственно, в 100 раз сумму меньшую. Потом, когда корректно, например, сумму посчитали в следующем месяце по гикокалориям, выяснилось, что она превысила начисления те, которые были в предыдущем месяце. И здесь, в принципе, в данной ситуации необходимо провести до начисления, потому как это была техническая ошибка. Хотел бы обратить внимание, что для представителей управляющих организаций, ну, человеческий фактор, естественно, наличие подобных ошибок не является умыслом на хищение денежных средств. Объясню причину. В Санкт-Петербурге уже длительный период времени, абсолютно точно более 5 лет, работает так называемый принцип расщепления платежей. Те управляющие организации, которые работают с ГУП, ВЦК, по жилищное хозяйство, они денег за коммунальные услуги не видят. То есть, все деньги, которые собираются... Уходят поставщику услуги. Они уходят напрямую в ресурсоснабжающую организацию, поэтому никакого там умысла, замысла для того, чтобы обсчитывать. Эти деньги управляющей организации не достаются, и они их не видят. То есть, тут вопрос корректности платежей, корректности введения данных и правильности начисления. По другим адресам, если я не ошибаюсь, был заявлен один адрес в Копинском районе. В доме имелся прибор учета, но на момент проведения проверки данный прибор учета не работал. Причины работы... Ну, прибор учета общедомовой, так как любой технический сложный инструмент, он может ломаться, он может выходить из строя, поэтому, опять-таки, тоже там, насколько серьезным считать данное нарушение, вопрос достаточно относительный. Были различные нарушения, ну, как бы это даже не нарушение, то есть было выявлено в ряде случаев, например, по Петроградскому району, что там имело место так называемое, то есть предоставление тепловой энергии в объеме больше, чем это необходимо по температурному графику в рамках договора, который... Ну, это так называемый перетоп, правильно я так понимаю? Да, ну, это как бы такое бытовое слово, может быть, не очень корректное с точки зрения договорных отношений, те, которые есть, но для населения так более понятно. Вот, по данному вопросу были, соответственно, подготовлены письма, то есть были откорректированы начисления в соответствии с теми, какие они должны быть, и направлены письма, в том числе в ресурсоснабжающую организацию, с просьбой произвести корректировку платежей. Причины этого перетопа я не берусь защищать представителей ресурсоснабжающих организаций, Боже упаси, они могут быть... Ну, мы к этому, я думаю, что мы сейчас еще вернемся, и я хочу спросить Ирину Игоревну, чтобы вот, может быть, дополнить как-то Ирина Игоревна нам вот этот вот разговор по поводу... По поводу проверок? Да, по поводу проверок. Ну, я даже не знаю, чем можно дополнить вопрос проверок, по-моему, Денис Евгеньевич все замечательно рассказал. Что грозит компаниям, которые вот нарушают? Я просто хочу подчеркнуть вот из того, что он сказал, только в 10% случаев были найдены нарушения, как я понимаю, в тех местах, которые управляли, то есть в управляющих компаниях, и большинство из этих нарушений можно охарактеризовать как такие вот какие-то небольшие технические ошибки. Это что означает? Это означает, что 90% жалоб фактически остались без ответа, виновник не найден. Это значит, виновника ищут не там. А где искать тогда в таком случае виновника? Вот я думаю, что как раз нам бы сегодня надо разобраться, где искать виновника в том, что народ вот таким образом сегодня уже стоит просто, ну не знаю, извините за грубое слово, на ушах. Ольга Анатольевна, как вы думаете, в чем кроется вообще корень проблемы? Я думаю, что это, наверное, все-таки в связи с тем, что наши собственники были не готовы к 354-му. Потому что я сама, да, отвечаю собственной рукой, отвечаю на заявления собственников, моих граждан. И могу сказать, что через одно заявление люди пишут о том, что они не понимают, почему в октябре была стоимость одна за отопление, в ноябре, в ноябрьской квитанции, значит, вернее, в октябрьской не было, в ноябрьской квитанции, где у нас лежит октябрь, одна была стоимость, в декабрьской другая, в январе это стало значительно дороже, и в феврале понимания у людей нет. У людей нет. А почему так получилось, что есть некий информационный голод? Вот люди не знают про этот закон. А потому что его внедрение было абсолютно неподготовлено. И здесь, я считаю, на 90% здесь вина, естественно, исполнительная власть. То есть закон на сегодняшний момент не работает? Принято было решение. Нет, он работает. Но работает не так, как нужно. Он работает на том поле, в которое он попал. У меня тоже есть на это неинтересно. И пробуксовывает, извините, вот как машина на грязном болоте. Она вокруг летит грязь просто шматками. Хотя она вроде бы работает. Просто это болото вначале надо было осушить, подготовить. Естественно, собственников надо было. Проинформировать о том, как это все будет. Большинство людей, даже когда им объясняешь, вот ко мне приходят, например, граждане с платежкой, вот точно так же, как вы, почему я плачу столько? Я смотрю, ну, начинаем объяснять. В данной ситуации потому-то, потому-то. Человек кивает. Не пожилой, нормальный, так, в среднем возрасте человек кивает. Я все понял, я все... Ну, а почему же я все-таки плачу-то столько? И по кругу. То есть еще донести до человека составляет какую-то проблему. Да, да, донести-то да. Но вначале надо было подготовить. Ведь у нас сегодня, вот я не знаю, как ваша управляющая компания, ко мне обращается управляющая компания, которая рассказывает мне о том, что ВЦКП, вот когда говорят, что ВЦКП там подготовила программу, оно, у него такая программа, что половину всего ВЦКП, извините, на калькуляторе считают. Раз. Значит, те же управляющие компании точно так же ко мне обращаются, что когда они получают... Ведь что у нас управляющая компания? Вот правильно было отмечено. Они вообще фактически не влияют на формирование этих платежей. Они передают ВЦКП количество проживающих, которое проверить они не могут, хотя в 354-м постановлении подразумевается, что теперь плательщиком является пользователь. А каким образом определить количество пользователей в данном доме? Нету такого механизма. Ну вот, кстати, обещали, что квитанции будут в этом месяце чуть поменьше. Я могу сказать, что моя квитанция за прошлый месяц, за январь месяц, у меня тут 5500 получилось. А за... Вот пришла новая квитанция за март, у меня 5700. Но за отопление у меня на 500 рублей меньше все равно. Я еще хочу договорить. В первые месяцы были еще ошибки от справок Гуйоновских, когда они предоставляли справки управляющим компаниям по площади. управляющей компанией тоже логика. Вот в чем логика? Почему, если мы говорим о едином электронном правительстве, о единых центрах подготовки документов, почему информация о площадях общедомового имущества не может автоматически находиться в ВЦКП или переходить? Она вначале в виде справа Гуйона попадает в управляющую компанию, потом управляющая компания передает это в ВЦКП, и вдруг по пути оказывается, что там совершенно не те площади. И в следующий месяц идет перерасчет. Люди возмущаются. То есть возмущение, оно идет в геометрической прогрессии, накладываясь и на ошибки, и на вот это неподготовленное внедрение, и на вот это несправедливое, по мнению граждан, ну я тоже, я их совершенно понимаю, распределение оплаты за общедомовые расходы. Почему тот человек, который поставил счетчик, должен платить там за соседа, где-то счетчик не поставлен. То есть вот это вот все вместе, оно показывает, что и 354-е постановление имеет дыры, и неподготовленное его внедрение, и, естественно, граждане готовы. Насколько я понимаю, в феврале только жилищный комитет провел обучение, первое обучение для представителей управляющих компаний, чтобы разъяснить им, как считать. Ведь многие в управляющих компаниях не более так умели считать. Можно теперь прокомментировать, если позвольте? Что касается, вот абсолютно соглашусь с тем, что по поводу общего имущества на квартирном доме, только вы выпускаете из внимания маленькую деталь. Когда в соответствии с федеральным законодательством необходимо было ввести 354-е постановление, требовалось рассчитать размер общего имущества на квартирном доме, на который будут начисляться так называемые общедомовые нужды. Так вот, для того, чтобы управляющим организациям получить, им пришлось в ПИБе дозаказывать документы, это платная услуга, для того, чтобы корректно рассчитать эти общедомовые нужды. И многие управляющие организации понесли расходы, в некоторых случаях 6 миллионов рублей, в том числе, единовременно, для того, чтобы заказать необходимое количество документов. Потом в масштабах города в октябре месяце эту проблему решили. ГУИОН предоставил сведения по всем площадям, ну, те, которые были в ГУИОНе. Но тут надо обратить внимание еще на то, что те сведения, которые предоставил ГУИОН, в ряде случаев, они действительно могут, скажем так, не совпадать с фактическим, потому что, ну, в моем квартирном доме могли проводиться там какие-то различные перепланировки, могло изменяться там. Он, может быть, там серьезно не изменится, но, тем не менее, такие корреляции, изменения тоже могли быть. Но это хорошо, что с этим делать? Вот эти изменения были? Что касается обучения. Обучение управляющих организаций с момента внедрения, с сентября месяца практически, до 2017 года, обучение руководителей управляющих организаций, обучение бухгалтеров управляющих организаций проходило практически еженедельно. И это происходит, и мы обсуждали это не раз. Я предлагаю сейчас к этому вернуться. Давайте посмотрим, все ли понимают наши жители города в мартовских квитанциях. Давайте посмотрим. Устраивает ли вас квитанция, которая пришла в марте? Почему-то подорожала электроэнергия лифта. А в целом сумма? Ну, в целом, после прошлого, так, высказывания председателя, немножко упало отопление. Очень много. У меня однокомнатная квартира, что там в районе трех с половиной получилось, многовато. Ну, если я, например, платила за квартиру 4 900, теперь у меня почти 6. Если я не ошибаюсь, квитанция выросла рублей на 300-400. За февраль вообще получается немножко дешевле, чем было в январе. За февраль получили квитанцию суммы меньше на 1000 рублей. Это за счет отопления. Две с половиной было в предыдущем месяце, а в этом нет уже 3 600 или что-то в этом роде. Ну, сумма несколько и меньше, но все равно неподъемная. Ну, вот видите, большинство голосов говорят, что, ну, вот, все-таки подорожало. Все-таки подорожало. Почему вот так вот происходит? Обещали, что будут ниже тарифы, а получилось так, что, в общем, получилось, как получилось. Да нет, тарифы-то у нас же не меняются. Тарифы не меняются. Ну, я имею в виду, что в цене, я не услышал, что подорожало. Вы поймите, что мы говорили о том, что снижение должно произойти по отоплению. Обращаю внимание на эту немаловажную деталь. И люди, кстати, которые интервьюировали на улице, несколько человек об этом и сказал, что по отоплению произошло снижение. По-моему, там женщина говорила об этом. Может быть, за счет чего-то другого, за счет водопотребления, по количеству проживающих. Я могу сказать, что да, вот у меня вот снизилась по квитанции. Поэтому, когда мы говорим о снижении, мы говорим о снижении по отоплению, но надо принимать во внимание следующий момент. Когда мы с вами говорим о том, что квитанция увеличилась, то есть люди, в принципе, говорят, вот у меня квитанция увеличилась по оплате. Многократно об этом говорилось, уже язык смазолили, что у нас оплата за отопление идет в течение 8 месяцев. Вместо того, что оплата... Только в период отопительного сезона. Да, только в период отопительного сезона. Приведу простой пример. У вас, предположим, что у вас есть свой собственный дом за городом, жилой дом, только вы там в нем проживаете, который отапливается газом. Вот у вас затраты на оплату за газ летом будут мизерны, потому что вы только готовите на нем пищу. А в отопительный период они у вас возрастут в разы, ввиду того, что вы будете включать отопительный котел, там газовый, да, и он будет отапливать, больше газовый потребляете. Здесь абсолютно та же самая логика. То есть тот период, когда больше увеличивается теплопотребление, люди за это больше платят. Когда летний период не будет производиться начисление по отоплению, если мы возьмем среднюю по году в целом, рассчитаем среднюю арифметическую, то мы получим как бы цифру, ту, которая должна быть и не будет такого резкого скачка в разы. Вы сейчас рассказываете историю в идеале, вот если бы вот так вот было. А на самом деле это получается так, что мы зачастую отапливаем улицу, потому что у нас в квартире настолько жарко, что... Значит, все это, во-первых, вы задали немножко разные вопросы. Во-первых, за сентябрь месяц у вас в счете за отопление стоит ноль. За сентябрь месяц вы за отопление не платили, я вам абсолютно четко это говорю, и у большинства жителей за отопление стоит ноль. В ряде случаев, когда... Да, в октябрьской квитанции за отопление также стоял ноль практически. То есть два месяца люди за отопление не платили. Естественно, когда люди платят меньше за эти два месяца, это не вызывает ни возмущения, ничего подобного. Когда пошел отопительный сезон, с октября фактически, когда начался, стали увеличиваться счета в соответствии с увеличением теплопотребления. Если мы говорим... Естественно, когда у нас отопительный сезон закончится, опять-таки снизится, откоррелируется по отоплению, опять будут стоять там, по графе отопления будет стоять ноль. Так я все равно так понимаю, что мы хотели вот этой вот системы, мы хотели, чтобы летом не платить за отопление. По крайней мере, я. Я все время возмущался и говорю, ну почему же я плачу летом за какое-то отопление, которое мне не оказывают. Были жалобы жителей. Вот как раз к средней единице, люди привыкли к средней единице, а тогда, когда в отопительный сезон идет подъем, причем существенный подъем. А вопрос в том, насколько сразу поднимается часть зарплаты, которую человек должен отдать или пенсия. На что он рассчитывает, конечно. Да, то, что он должен отдать вот как бы в эти месяцы. Если раньше он мог отдавать это более-менее незаметно для бюджета, то за зиму, конечно, это просто тяжело. И я думаю, что количество неплательщиков, которые просто не в состоянии были за зиму заплатить это все, но совершенно спокойно могли вот это в размазанном виде платить за год, я думаю, что оно увеличится. Так а что в этой ситуации делать людям, которые не могут заплатить? Взять то, что у нас все-таки зима теплая была. Подождите, а была бы зима минус 27, минус 30. А на самом деле, что делать? Вот то, что сейчас происходит. Это когда сверху сказали, вот у нас вроде рынок, у нас постановление, у нас закон, когда сверху сказали, ребята, не обращайте внимания на ваши счетчики. Напишите в ваших бумажках, что вы оплачиваете потребление по январю. Хотя у вас это потребление по счетчикам было гораздо больше. Тот же там, те же РСО, те же топливные компании. Это как это так? Ну, потому что это была рекомендация. Вот у меня есть письмо от ВЦКП. Я так понимаю, что тот же жилищный комитет это дело, в общем, так сказать, продвинул. Когда ВЦКП направляло управляющим компаниям письмо с просьбой, не обращая внимания на ваши счетчики, на показания счетчиков, в связи с тем, что они очень повысились за февраль. И, разумеется, это влечет за собой настроение, которое вы сейчас видели. То вы, не обращая внимания на них, выписываете в счетах ту цифру, которая у вас была за январь, минус 10%. То есть себе в убытке. Себе в убытке или не себе, это встает вопрос, кто будет оплачивать то, что люди-то получили по факту, по счетчику. Кто будет? Управляющие компании, на которых сейчас висят долги, либо потом эти... А что такое долги на управляющих компаниях? Управляющих компаний нету своих доходов. Это значит, они должны будут каким-то образом изыскивать ресурсы какие-то. А что это за ресурсы? Это те деньги, которые управляющие компании собирают за текущий ремонт, уборку, то есть фактически они либо оттуда будут потихоньку отныкивать денежки, и народ будет недоволен качеством ремонта, качеством уборки и так далее, то есть самого управления дома. Либо это потихонечку, как-нибудь через какое-то время вдруг обернется нам там июльская какой-нибудь квитанция за отопление, или будет где-то размазано, или государство должно будет топливному комплексу это все дело возмещать. То есть это же невозможно просто так забыть. Но мы увидим по факту введение ручного управления, так или иначе. Ольга Анатольевна, а у вас как обстоят дела? У меня намного проще, потому что стоят узлы учета. Но я знаю, что на сегодняшний день в арбитражный суд обратился жилкомсервис номер 4 Красносельского района именно к комитету по тарифам о взыскании убытков. То есть была применена величина 70-50 на горячую воду, в результате жилкомсервис принес убытки. Потому что вот эта расчетная величина не соответствует той, которая получается при фактическом потреблении, тогда, когда выставляется счет фактуры. То есть вот сейчас был разговор о том, что всех обязали заказать технические паспорта, выделять площади. Для чего? Если у нас в соответствии с жилищным кодексом все собственники платят правооперациональную долю участия. Я не выделяю никакие площади. То есть у вас, я так понимаю, еще общедомового потребления нет? Нету, конечно. Потому что труба одна и отделить невозможно на общедомовые цели. Все дома разные. В одних домах есть, у нас, можно секундочку, я продолжу, есть отопительные приборы на личных клетках, в других нет, на чердаках, в подвалах. А кроме того, если система единая, то каким образом можно, я вот уже на прошлой встрече говорила, что я не знаю такого принципа, когда единая система, а она везде единая. Как можно отделить отопление на общедомовые нужды? И для чего это делать? Если оно в счете фактуры, даже если нет узлов учета, и то, что нам ВЦКП рассказывало, как они берут, примерно то, что и было, да, тогда, когда всегда был усредненный тариф на тепло, они берут, умножают на 12 месяцев, делят на 8, получают некую величину, и ее там, вот он формулу писал у представителя ВЦКП, и ее собственникам ставят. Потому что 354 предусматривает, если не оборудованы дома узлами учета, но, подождите, не оборудованы, да, но это не крах, есть счет фактуры, на каждый дом, вне зависимости от узлов учета, есть договор с предполагаемыми нагрузками, и на горячую воду, и на холодную. У меня тоже есть один-единственный дом, где я председатель, там, где у меня нет узлов учета, это 7-62, и я не начисляю какие-то там мифические цифры, у меня каждый месяц есть счет фактура, где пропорциональная доля участия, то есть несложно считать, что пришлось на горячую воду, что на отопление, все это уже отделяется, и отопление пропорционально доле участия. У нас очень много звонков. И куда и вошло общее домовое. Почему? Даже если на личных клетках нет, то, значит, за счет квартир все равно протапливается дом и на личной клетке. А если есть, то в единой трубе оно и было. Давайте подключим все-таки зрителя к нашему разговору. У нас есть звонок 635-85-72. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Виктор Юрьевич, живу по адресу на Сталин-245, корпус 4. Вот такой вопросик у меня. Вот, ну, это уже звучало у вас. Ну, у нас, получается, очень много берут за водоотведение и водооснабжение именно коммунальное. По счетчику, если мы платим 13 кубов, то общедомовое у нас получается где-то процентов 50. А у нас 50 кубов. Что-то не то, разница какой-то. А какая у вас управляющая компания? Номер 2, ЖСК номер 2. ЖСК номер 2. Красновичского района. То же самое и с отоплением. У нас получается, что мы платим определенную сумму постоянно. Независимо от того, какая температура на улице. Как сказали, они что-то, например, вывели. И все, постоянно мы платим. Неизвестно за что. Только не 12,8. Откуда они эти коэффициенты взяли. Независимо от температуры на улице. А управляющая компания что говорит? Ну, они сказали, что по отоплению у нас нет счетчика учета. По нормативу. Поэтому мы платим по среднему. По какому среднему, непонятно. Понятно. Спасибо большое. Значит, у них был. Можно ответить на вопрос? Да. Можно прокомментировать то, что сказано. Первое. Что касается писем управляющей организации, что снизить все на минус 10%. Давайте как бы зерна отправил отделе. Когда ВСКП посчитал начисления, по определенному количеству домов было выявлено превышение начислений по февралью месяцу, например, февральских, над январскими. И письма, которые направлялись в управляющие организации, давайте что так говорить прямо, не говорили о том, что давайте мы механически там возьмем, просто так там, вах. Нет, они именно так и говорили. Это была болванка разосланная, где надо было только номер жилком сервиса поставить. Я вас не перебивал, прошу прощения. Можно я отвечу на... Скажу то, что я хочу сказать. Так вот, речь шла о том, что по данным на квартирном домам надо разобраться в причинах, почему увеличилась, собственно, данная плата. И причина создания мобильной группы, в том числе для проверки всей этой ситуации, это то, о чем я говорю. Потом речь не идет о том, что там, давайте возьмем там и снимем там 10%. Речь идет о том, что исходя из средних температур февраля и января, если их поставить, то февраль был теплее. Март, например, у нас будет холоднее, чем февраль, но это уже как бы другой вопрос. И среднемесячная температура в феврале месяце была выше. Исходя из этого, чисто теоретически, все счета квитанции февральские, они должны быть ниже, чем январские. Соответственно, если где-то произошло превышение, надо разобраться в первую очередь в его причинах. Далее, если мы говорим вот по поводу заданного вопроса, то, что было сказано, там, где нет приборов учета, общедомовых, необходимо применять расчет по нормативу. Это требует 354-е постановление. В части, касающиеся начисления на общедомовые нужды, то, что называется ОДН. Вот Ольга Анатольевна, например, призналась в прямом эфире, что она не выполняет 354-е постановление правительства Российской Федерации. Подождите, у нас есть часть 1 статьи 157-й, Денис Евгеньевич. Секундочку, раз вы меня обвиняете, давайте секундочку. Ну да, Анатольевна, я вас... У нас... Минутку, можно я закончить то, что я скажу? Подождите, я юрист. Есть часть 1 статьи 157-й. То есть начисление по узлам учета, либо по нормативам потребления. 354-й подзаконный акт, не путайте. 157-й статья жилищного кодекса, на которую вы ссылаете, сказано, что правила предоставления коммунальных услуг определяются правительством Российской Федерации. Давайте все-таки постараемся ответить на вопрос нашего телезрителя. И если есть узлы учета, то начислять надо по узлам учета, а не в мифическую цифру. Можно не перебивать, я скажу до конца. Значит, речь идет не о мифической цифре. Если нет узла учета, начисляются нормативы. Никакого мифа там, в принципе, и в поменении нет. Это первое. То есть надо начислить больше, а что фактура рассчитаться меньше? Вы тоже так будете говорить, вы не будете меня перебивать. Так вот, в части, касающейся... Потому что может сложиться у зрителей мнение, что вот берут там откуда-то с потолка и что-то начисляют. Денис Евгеньевич, давайте вот... Вот, отвечаю на поставленный вопрос. Значит, там, где нет приборов учета, по теплу, там начисляется по нормативу. Соответственно, то, что начисляется на общие домовые нужды, по водоснабжению, о том, о чем сказал заявитель сейчас в своем телефонном звонке, по водомер, скорее всего, водомерные узлы стоят практически во всех многоквартирных домах. Значит, там вода стоит. Как определяются общие домовые нужды? Надо понимать, что это не есть, что там какое-то количество воды пошло там на помывку, и вот там все ее посчитали. Это разница между показаниями приборов учета общеквартирных и показаниями общедомового прибора учета. То есть у нас в квартире, на квартирном доме, есть люди, у которых установлен индивидуальный прибор учета. Есть люди, которых не поставили. Те, которых не поставили, они платят по нормативу. Что делать? Куда обращаться людям? Вот если их, в общем, не слушают в ЖСК? Значит, если они считают, что... Ну, там, скорее всего, ЖКС, а не ЖСК, жилковом сервисе номер 2 фронтского района. Если они считают, что им некорректно начислено, во-первых, они могут обратиться в мобильные группы, которые работают в каждом районе города. То есть стоит туда просто позвонить и приедут с проверкой? Да, это во-первых. Во-вторых, они могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию как орган Государственного жилищного надзора, которая наделена полномочиями по проверке соответствующей. Они могут обратиться в жилищный комитет, они могут обратиться в администрацию соответствующей. Все, понятно. Сейчас реклама, а потом вернемся. Это программа «Петербургский дневник». Мы продолжаем. Я хочу сказать, что очень много было от наших телезрителей звонков с жалобами на работу ЖСК номер 2 Невского района. Его неоднократно штрафовали. За деятельностью компании следила прокуратура. Но так ничего и не изменилось. Мы решили пристально изучить деятельность этой организации и постараться понять, почему же столько нареканий вызывает именно этот жилком сервис. Наш корреспондент Павел Никифоров проанализировал деятельность аналогичных управляющих компаний. И сейчас я предлагаю посмотреть, что же у него получилось. Внимание на экран. За каждым домом, его уборкой и обслуживанием, буквально за каждой ступенькой лестницы стоят десятки клининговых фирм, жилком сервисов и управляющих компаний. Причем в этой очереди беспрерывно идет борьба за деньги в наших квитанциях. Яркий пример подобной схемы – жилищный сервис Невского района. Одновременно начало и кульминация истории скандально известного жилком сервиса номер 2 Невского района произошли в офисе Сити-сервиса. В ночь на 18 июня на стойкости 19 Корпус 3 прогремел взрыв. Осколочная граната, прикрепленная к решетке этого офисного окна, взорвалась примерно в 3 часа ночи. Тогда никто, кроме вот этого дерева, не пострадал. Поэтому и причины хулиганства общественностью остались незамеченными. Сити-сервис – это российская литовская управляющая компания, которая еще летом 2012-го владела ЖКС-2. А по адресу стойкости 19.3 находится ее эксплуатационное отделение. Кстати, взрыву предшествовала целая череда конфликтов с чиновниками Невского и Кировского районов. Начиная с 2011-го, компанию пытались выдавить с рынка, отдав ее территорию ЖКС-1. В итоге в сентябре Сити-сервис продала за 54 миллиона рублей 80% ЖКС-2 москвичам. Причем и продавец, и покупатель отказались комментировать сделку нашему телеканалу. Ну, насчет уборки, да, здесь совсем, совсем, совсем как-то. Насчет мытья я вообще не помню, когда это делалось. В ведомстве ЖКС-2 номер 2 416 многоквартирных домов. В среднем по 80 квартир на дом. То есть ЖКС следит за порядком и чистотой территории, где больше 30 тысяч квартир. С каждой в среднем по 3,5 тысячи рублей в месяц за уборку и обслуживание. В итоге полтора миллиарда рублей за год. Негласно 70% этой суммы уходит монополистам. Но даже оставшиеся 30 лакомый кусок, который теперь, по официальным данным, принадлежит региональной энергетической управляющей компании. Зарегистрирована она в Москве. Может, поэтому, по словам жильцов, попасть на прием в ЖКС-2 трудно. И свои крики души они оставляют на форумах, посвященных теме жилкомсервисов. 76-й дом по улице Седова. Квартира на последнем этаже. Постоянно течет с чердака. Обращаться в службу бесполезно. Аварийка даже воду не отключает при вызове. Свет не включить, так как течет и по люстре. Подскажите, как правильно обратиться в судебные инстанции. Жилкомсервис номер 2 Невского района создан только для сбора денег. Ни одна заявка не выполняется. Народ весь у них разбежался. Работать некому. Кто там хозяева, тоже неясно. Не говорят. Хозяин Андрей Приходько. Назначенный директор, оказавшийся крайне сложной схеме передела имущества. Но именно его фамилия стала нарицательной для жителей Невского района. Под свой контроль его деятельность брала прокуратура. За один только 2012 год на гендиректора ЖКС-2 было наложено 11 штрафов. Прокурорские проверки продолжаются и сейчас. Огромное количество жалоб, где жители пишут, 7 лет не работает стояк центрального отопления, 20 лет не делался ремонт лестничной клетки. Если в течение таких длительных периодов времени никто не смог отреагировать на все это в полном объеме, то каким образом компания, которая активно начала влиять на состояние жилого фонда в течение последних только трех месяцев, может на всем этом фонде навести порядок в течение такого короткого времени? Наверное, это нереально. Мы просто не волшебники. Парадные должны убираться каждый день, лестницы мыться два раза в месяц, а подметаться и вовсе ежедневно. Мы за это платим ЖКС, ЖКС, за это платят клининговым компаниям, а не дворникам. Еще в этой очереди стоят управляющие компании и чиновники. Но деньги по дороге куда-то исчезают и оседают в чужих карманах, как это пыль на подоконнике. Так на грязных домах делаются чистые деньги. Павел Никифоров, Михаил Кацман, Сергей Бабенко, Петербургский дневник. Вот такой сюжет от Павла Никифорова. Денис Евгеньевич, вы хотели прокомментировать? Да. Хотел бы сказать следующее. Там, наверное, не очень корректно показано. Показан был Кировский район, там организация сети-сервиса. Сети-сервис вообще на Кондратьевском, их основной офис находится. В части, касающейся деятельности жилком сервиса номер 2 Невского района. Действительно, летом этого года 80% долей этой организации было приобретено другой организацией, региональной энергетической коммунальной сети, или как так она называется. Действительно, большое количество жалоб приходит от населения на деятельность данной управляющей организации. Но вот те, кто пишут на форуме, там зачитывалось обращение, девушки какой-то, в какие судебные инстанции обратиться? Почему-то у нас, хотел бы обратить внимание всех, что решение о выборе управляющей организации, решение о смене управляющей организации принимают собственники помещений в многоквартирных домах. Зачастую это не получается. Почему не получается? Очень много было жалоб на протяжении нашей программы. У нас в 2011 году управляющую организацию сменили в 534 многоквартирных домах. В 2012 году управляющая организация была сменена более чем в 250 многоквартирных домах. То есть это где-то порядка 1% от общего количества. Когда есть желание, все это можно сделать. Для того, чтобы сменить управляющую организацию, необходимо соблюдение ряда требований действующего законодательства. Первое. Смена управляющей организации, по сути дела, означает односторонний отказ от исполнения договора управления. До этого необходимо выполнить ряд условий. То есть управляющая организация должна быть... Факт неисполнения своих обязательств по договору управления должен быть подтвержден идеальный вариант. Когда, например, по конкретному данному дому, данную управляющую организацию... Денис Евгеньевич, можно тезисно, вот конкретно, что делать? Давайте постепенно, чтобы люди понимали. Необходимо провести общее собрание собственников помещений, на котором выбрать другую управляющую организацию. Общее собрание собственников помещений не обязательно проводить очно, то есть его можно провести в форме заочного голосования. Для начала очного. Для начала очного, потом, если он не соберет кворума заочный, совершенно верно. И приняв решение на общем собрании о смене управляющей организации, выбрать другую управляющую организацию. Методическую помощь, организационную помощь по данному вопросу может оказать администрация района и жилищный комитет. Ирина Игоревна, я так понимаю, что все проблемы сводятся именно к управляющим компаниям. Все шишки банки сейчас летят туда. Очень не хочется, видимо, кому-то свалить все проблемы на управляющей компании. Управляющая компания, это, конечно, немаловажный игрок рынка ЖКХ, но только совсем не самый главный. И, разумеется, там тоже допускают ошибки, разумеется, там тоже есть жулики, но только это не того уровня проблемы. На мой взгляд, здесь надо рассмотреть проблему как бы субъективно, объективно и системно эту проблему надо рассмотреть. У нас, конечно, сейчас в программе нет времени для этого, но в двух словах, вот то, что я бы сейчас предложила. Значит, 354-е постановление, можно решить этот вопрос о приостановлении его действия в нашем городе. Это необходимо делать. Необходимо, потому что иначе у нас сейчас будет обвал неплатежей, у нас будет обвал банкротства управляющих компаний. Фактически просто это, может быть, даже социальным взрывом закончится. Надо, приостановив, обязательно провести инвентаризацию всех наших жилых площадей, особенно общедомового имущества, чтобы не было больше никакой путаницы. Чтобы мы не платили за чердаки, за подвалы. Обязательно надо будет решить вопрос об установке индивидуальных приборов учета во всех государственных квартирах, принять решение о, может быть, какой-то дотации установки. И обязательно издавать ежемесячные показания. Обязательно. Да, да, да. До того момента, пока у нас не будут, скажем так, обеспечены счетчиками все квартиры, значит, надо будет каким-то образом поменять методику распределения платежей. То есть те граждане, у которых есть счетчики, они платят только долю, но не общедомовую. У нас путается общедомовое имущество, затраты на общедомовую. Это как, грубо говоря, потери всего дома. Так вот, они должны только по нормативам платить, чтобы людям было понятно, скажем так, вот за то ведро тети Маши-уборщицы, которое они используют. Так и получается, чтобы стоят счетчики. А вот все потери лишние должны, извините, уходить на тех граждан, собственников, у которых нет счетчиков. Таким образом, мы хоть как-то будем их подталкивать к тому, чтобы эти счетчики установить. Иначе они так и будут дальше жить за счет соседей. А сейчас, я так понимаю, просто разбивается на жильцы, на жильцов. А дальше собственники кричат, я один проживаю. Обязательно надо, на мой взгляд, вернуться к 12-месячному распределению, потому что для многих это неудобно. Люди уже урок получили. Да, всегда кажется, что то, что сейчас это плохо, надо сделать что-то новое. Вот они получили новое. Может, все-таки просто доработать вот это 354-е? Возможно, но я говорю, пока оно дорабатывается, это же не один день. Вернуться. То вернуться вот к этому, тем более, до 2014 года позволяет это постановление перейти обратно на 12-месячный расчет. И самое главное, самое главное, это надо понять, что все те деньги, которые мы сегодня платим, они все идут не управляющей компанией. Они все идут РСО, они все идут монополистам, ГУПам. Поставщикам. Да, поставщикам. И самое главное, значит, надо сейчас провести, на мой взгляд, тотальную проверку этих ГУПов. По 354-му постановлению ни один из ресурсоснабжающих наших организаций, ни одна из этих организаций, не заинтересована в повышении эффективности. Производство, допустим, того же тепла, не заинтересовано совершенно в уменьшении потерь. Ну, в общем, нужно просто проверить. Это все ложится на граждан. Вот все, что потеряно, оно в тарифы закладывается. У нас есть звонок. 635-85-72. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Алло? Алло, алло. Здравствуйте. Меня зовут Светлана Викторовна. Адрес Белградская, 6, корпус 2. Это Фрузовский район. Вот у нас, я насчет как раз вот этого перетопа так называемого. Январь и февраль были достаточно теплые такие, скажем, два месяца. Но батареи у нас просто раскаленные. Мы когда позвонили даже 004, что нам сделать с этим... А какой этаж у вас, простите? А этаж какой? Этаж 6. Ну, это по всему дому. Абсолютно. А всего этажей в доме сколько? Девять. Девять этажей? Да. И это самое... И в 004... После 004, значит, перезвонила мастер нашего участка, управляющего, говорит, зачем вы звоните 00... Звонок сорвался. Зачем звонить в 004, когда нужно, наверное, обращаться в свою управляющую компанию, чтобы прикрыли этот клапан. Правильно? Они должны следить за этим. Нет, должны следить, но вы поймите, что с одной стороны перетоп управляющей организации, конечно, может повлиять на количество тепла, получаемого в доме. Но, как говорят по-простому, перекрыть третью задвижку и прочее, это не панацея. По той простой причине, что управляющая организация зависит от количества тепла и от той температуры теплоносителя, которая подается на вон ресурсоснабжающей организации. И здесь регулировка возможна, но она такая достаточно примитивная. По той простой причине, что если эту задвижку, если так говорить бытовым языком, сильно перекрутить, то будут замерзать квартиры определенные, так называемые концевые квартиры, в которых тепла будет поступать меньше. Поэтому перетоп этот будет постоянно. А вот если когда перетоп, еще поставить обычный узел учета, и тогда платить будет просто нечем. Потому что там автоматики нет, и заплатят за этот перетоп все собственники. Так а что с этим автоматикой? Есть смысл устанавливать автоматический узел? А только автоматический. Все, что ставят обычно, этого делать нельзя. За этот перетоп еще больше заплатят. Ну хорошо, а в таком случае, вот если многоквартирный дом, вот распределение тепла идет с верхних этажей, до первых этажей, бывает, не доходит тепло. Нет, вы сейчас немножко не о том говорите. Когда мы говорим о перетопе, речь идет о том, что ресурсоснабжающая организация подает в многоквартирные дома количество теплоносителя большее, чем это необходимо. Так зачем? Мы не заказывали эту услугу. Зачем платить? Сейчас, секундочку, можно я закончу. На автоматики нет, чтобы ее прикрыть. Значит, во-первых, это достаточно серьезная системная проблема, которая обусловлена несколькими факторами. Первое, у нас большое количество для того, чтобы... То есть у нас котельные, крупные котельные ТЭЦ, отапливают большие микрорайоны, кварталы. Для того, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение всех многоквартирных домов, получается, что те дома, которые первыми там находятся, грубо говоря, нападающиеся, они получают больше тепла, чем те, которые... Значит, если ограничить количество тепла здесь... Все понятно. Вот это техническая проблема. Это первая проблема. Второе. Да, действительно, есть перетоп. Но каковы причины борьбы с ними? Значит, должен быть температурный график, который определяет, какие параметры теплоносителя подаются в зависимости от температуры наружного воздуха. Куда обращаться вот в таком случае? Вот куда звонить? В 004 звонили? Куда звонить, чтобы разбирались? Первое. Комитет по энергетике, который декурирует деятельность всех ресурсоснабжающих организаций. А второе. Необходимо звонить в свою ресурсоснабжающую организацию и, опять-таки, надавать в государственную жилищную инспекцию в том числе. У нас есть звонок 635-85-72. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире. Алло. Алло, алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Валентина Петровна. Я представляю ТСЖ «Варшавская-1», дом 11 по улице Кузнецовской Московского района. У нас в доме 400 собственников. В конце ноября 2012 года инициативной группой нашего ТСЖ было выявлено, что председатель Попов Виктор Михайлович, игнорируя показания общедомового узла учета тепловой энергии, завысил плату за отопление на 200-300%. Мы запросили из ТГК-1 отчеты и счета фактуры. И у нас получилось, что с октября по декабрь переплата собственников составила 1 миллион 800 тысяч рублей. Внятных объяснений по этим завышениям по отоплению председатель нам не дал. 2 марта 2013 года состоялось общее собрание собственников, которое имело кворум и избрано новое правление. 21 января 2013 года Попов Виктор Михайлович передал правление в ТСЖ Некой Млагеенко. И сейчас новое правление не может приступить к работе, так как неизвестные лица заняли у нас управление в доме, захватили правление. Куда обращаться? Куда обращались? Мы обращались в АБЭП, в администрацию Московского района. Понятно. Спасибо большое. Спасибо. Только в правоохранительных органах. Если речь идет о рейдерском захвате, как здесь, по крайней мере, исходя из той информации, которую сказал заявитель, то это вопрос правоохранительных органов исключительно. И, ну, как вариант еще, полномочия правления ТСЖ, правомерность избрания председателя правления ТСЖ в рамках статьи 20 жилищного кодекса вправе проверить государственную жилищную инспекцию. Я так понимаю, что нужно обращаться в жилищную инспекцию, нужно контролировать государственные организации, которые снабжают нас теплом и ресурсами. И, в общем, нужно проводить тотальную проверку и доработку 354-го закона. Наверное, вот это вот основное, что нужно сделать в ближайшее время. Начать надо с этого, с 354-го. 354-го, вот опять-таки, можно ремарку небольшую? Просто еще месяц-два, и люди не выдерут. Да, конечно, мы проверяем. Представьте, ну, давайте так, с 1 сентября ввели 354-е. Можно было только... 10 секунд до конца. 10 секунд. Только по отоплению отсрочить его на 2 года. Никто, опять-таки, законы не все читают. С 2014-го года у нас появится плата за капитальный ремонт. Все, спасибо. Спасибо. Сейчас реклама, новости, потом вернемся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, я рад представить гостя в нашей студии. Это Константин Кочкин, инспектор ГИБДД, который совсем недавно, чуть было не освоил совсем новую для себя профессию. Константин, здравствуйте, спасибо, что пришли. И предлагаю наш разговор начать с видеокадров, которые вы принесли. Давайте попробуем прокомментировать. Мотор. Ну, значит, это карета скорой помощи, которая приехала по нашему вызову на стационарный пост 4, Таллиннское шоссе, дом 202А. Так как произошло там чрезвычайное происшествие, ну, как не чрезвычайное, радостное происшествие. Радостное событие. Событие, да, скажем так. У гражданина, который вез свою жену в роддом, неожиданно начались роды прямо в пути. И пришлось оказать вот содействие, помощи. Сразу хочется спросить, с чего начался ваш день? Давайте вспоминать поэтапно. С чего начался? Предвещал ли день, утро, вот какие-то такие события? Вообще день начался радостно. В этот день у моей дочери день рождения. Вот, ну, с тогами судьбы мне пришлось... Вы, наверное, хотели пораньше с работы уйти. Но не получилось. Но не получилось, да, служба есть служба. Пришлось заступить по смене, как положено. Вот, ну, день ничего не предвещал такого. Как это произошло? Вот подъехала машина, выбежал бедный папа будущий. Как это было? Я вот не хочется узнать. Я находился на самом посту, как старшей смены. Вот, значит, пришел инспектор, зашел в помещение поста, Столяров Юрий, вот, и объявил, ну, так сказать, доложил мне то, что остановилась автомашина. И в данном автомашине, которую перевозит муж гражданка, в гражданке начались роды у его жены. Ваши действия? Ваши действия, естественно, это сразу же вызвать скорую, вот, и оказать первую медицинскую помощь. Ну, то, что можем. Ну, в тот момент... А как вообще отреагировали на просьбу о помощи? Конечно, сразу же внезапно. Не испугались? Нет, ну, почему испугались? Это нормальная обстановка, в общем-то, наша задача помогать гражданам. А вообще в своей жизни приходилось принимать роды до этого? Нет, это первый опыт. Первый опыт. Первый опыт, да. Испытали какой-то страх, не знаю, вот, что было? Может быть, вот я, например, бы растерялся, не знаю, что делать бы. Ну, я бы не сказал вам, чтобы растерялся. Ну, даже... Ну, вот некоторые мужчины боятся присутствовать на родах. Нет, присутствие при самих родах, как бы, для меня тоже это не очень... Мне кажется, это... Ну, женщина должна сама этим заниматься, но... А вас вообще обучали каким-то таким, такой экстренной помощи на дороге? Заложено это в какой-то должностной инструкции, может быть? Ну, вот, как вам сказать... Ну, первую медицинскую помощь, да, нас обещают оказывать. Ну, именно, что касается вот именно родов, ну, я бы... Такое, как бы, не очень часто случается, это редкость. Как домочадцы отреагировали на ваше происшествие? Вот интересно, что жена сказала? Герой? Ну, как бы, да, поздравили. Дома, да, встретили, сказали, вот, наслышанно, уже по телевизору тебя показывали и все остальное. Я говорю, да ничего особенного, вот помогли и помогли. Ну, вот родился ребеночек, вы как-то будете отслеживать его судьбу? Вы обменялись координатами с родителями или нет? Ну, координатами мы не успели обменяться, потому что, как бы, все это произошло быстро. Карета скорой помощи увезла маму с новорожденными, папа уехал следовательно. Ну, правда, он заезжал к нам после этого на пост, вот, поблагодарить, что за помощь, и все в таком вот плане. Но, как-то все вот, ну, неожиданно, как бы, голова кругом, в общем-то, все так быстро, внезапно, и... Ну, произошел у вас такой краткий курс бойца молодого. В общем, теперь в любой момент, наверное, вас вызови, и вы сможете принять роду на дороге. Не, ну, сейчас уже, как бы, проще, если честно, да. Потому что, когда все это происходило, вот, уже появился младенец на свет, значит, повторно я вызывал скорую помощь и уже общался с доктором по телефону, что, ну, вот, может быть, мы вот оказали там содействие, то есть, помещили, принестили в теплое помещение в бок, загнали, вот, то есть... В общем, сделали все самое необходимое. Да, и... Спасибо, да, спасибо. Хочется сказать огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы можете оказать вот такую экстренную помощь, и за то, что родился хороший, здоровенький ребенок, житель нашего замечательного города. Спасибо большое. Сейчас реклама, потом вернемся. Это Петербургский дневник, студия Илья Михайлов Соболевский, мы продолжаем. Наши координаты по-прежнему неизменны, 635 85 72, это телефон прямого эфира, адрес электронной почты дневник собакатопспб.тв, ну и, конечно, наш твиттер, спб, туда и так он звучит, участвуйте в нашей жизни, в жизни города. Ну, предлагаю продолжить. Хочу представить сразу гостей в нашей студии. Это Сергей Витальевич Науменко, директор Санкт-Петербургского дома национальности. Здравствуйте. И Владимир Викторович Михайленко, начальник отдела по межнациональным отношениям дома национальности. Добрый день. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Ну, вот у нас блины сегодня по случаю, потому что у нас продолжается масленичная неделя. И предлагаю наш разговор начать с небольшого сюжета. Давайте посмотрим. Когда масленица появилась на Руси, точно сказать никто не может. Но была и есть такая традиция сжигать по весне чучело. И ни церковь, ни время, ни воины, ни правители не смогли искоренить этот обычай, хотя пытались. Так царь Алексей Михайлович сильно гневался, что мужики калечат друг друга при взятии снежной крепости на качелях и в кулачных боях. По городам летели царские указы, но народ продолжал гулять. Современное название «масленица» появилось после принятия христианства. Мясо на масленичной неделе верующим употреблять уже нельзя, а молоко и яйца – пожалуйста. Поэтому пекут блины. Кстати, историки спорят насчет их значения. По одной версии блин символизирует солнце, по другой – это поминальное блюдо. Гуляния и застолье идут всю неделю. С четверга – широкий разгул. Правда, в наши дни настоящий разгуляй происходит в основном по выходным, когда в городских парках появляются ряженые, чучело и забавы. Вот такой справочный сюжет мы посмотрели. И сразу хочу спросить Сергея Витальевича, что для вас «масленица»? Для нас «масленица» – это возможность выразить консолидирующие возможности нашего Дома национальностей. В частности, «масленица», которая предлагается и была инициирована нашими русскими землячествами, которые работают в Доме национальностей, объединяет не только русские землячества, но и национальные объединения Украины, я имею в виду украинские национальные объединения, белорусские, то есть восточнославянские, но также и другие, я имею в виду армянские, осетинские, литовские, польские, немецкие, финские и другие. А вот лично для вас, как для жителей Петербурга «масленица», что это такое? Масленица, лично для меня, это проводы зимы и встреча весны. Это возможность поесть, наверное, блины вдоволь? Нет, я бы и не сказал, это определенный символ окончания зимы. Владимир Викторович, да, у вас масленица, это что? Для меня прежде всего... Это древнерусский праздник? Ну, вы знаете, по этому поводу в самом начале передачи было сказано, что это праздник, пришел своими корнями, уходит в Древнюю Русь. Конечно, масленицу или масляну, как говорили на Руси, празднуют 12 народов. Каждый народ по-своему празднует. Но общее, что роднит и что меня привлекает всегда в масленице, это прежде всего какие-то духовные истоки, духовное начало. Гастрономическая часть, она естественно, интересна, и атрибуты, и ряженые. Но для меня, прежде всего, это духовное начало. Есть у нас сейчас в городе новая интерпретация масленицы. Фирма Ниссан каждый день рекламирует техно-масленицу. Но я думаю, что после воскресенья, когда закончится масленица, будет прощенный воскресенье, наступит Великий Пост. Есть такая пословица. Не все коту масленица, наступит и Великий Пост. Вот, кстати, есть уникальная возможность. Стоят замечательные блины, пахнут, аромат замечательный. Не хотите попробовать? Ну, с удовольствием, раз такая возможность есть. Я даже вот припас салфеточки. С удовольствием, с удовольствием. Берите. Можно и Сергею Витальевичу передать. Да, Сергей Витальевич. Большое спасибо. Угощайтесь. Вот салфеточка и блинчик. Пекли наши журналисты. Спасибо большое. Пекли на канале. Всю ночь. Должен сказать, что это по славянскому староцерковному рецепту православному, потому что масленицу в православном календаре еще называют сырной неделей. Она должна быть очень скромная. Там не должно быть добавок, не должно быть сахара, не должно быть сгущенки. Вы знаете, я даже тоже попробую вот кусочек, хотя мне не очень можно вот это... Ну ничего, такие блины, в принципе, даже съедобные. Отличные блины. У вас личный рецепт есть? Нет, у меня нет. А жена, может быть, печет блин? Жена печет, но я не вникаю. Не вникаете. Вы уже пробуете готовые блюда. Давайте поговорим немножко о вашем доме национальности. Откуда он пошел? Почему так называется? И вот об истоках немножко. Дом национальности рождался достаточно трудно. Наступило время, когда в 90-х годах стало ясно, что нужно каким-то образом работать с национальными объединениями, которые входят в состав Санкт-Петербурга, что позволяет решать многие проблемы, связанные с жизнью именно города. И после долгих испытаний, сначала на уровне общественных организаций, было принято решение создания уже государственного учреждения, которое должно работать... Которое бы и объединял все в себе. Совершенно верно. И такое решение было принято. И затем был создан наш дом, который... Правительство города решение принято. Которое развивается и в настоящее время ищет новые пути консолидации национальных... Вы стараетесь объединить всех под своей крышей, правильно я? Совершенно верно. Я хотел бы подчеркнуть, что русские землячества принимают не менее активное участие в работе Дома национальности, чем, например, украинские, белорусские или осетинские. Сколько вы существуете уже? Мы существуем 6 лет с момента распоряжения правительства Санкт-Петербурга. Каждый год мы проводим День открытых дверей. Каждый год мы проводим мероприятия, связанные с официальным отсчетом деятельности. На самом деле, дата рождения нашего дома, я так считаю, как историк, как профессор 8 февраля 1740 года, когда императрица Анна Анатольевна собрала 300 представителей народов и устроила брак, неравный брак одного из своих фаворитов, женив его на женщине в одной из павловских национальностей. Я вот с этого момента считаю, что возникла потребность как-то в объединении. И основным девизом Петербурга является тот девиз, который был заложен еще с момента его основания. Мы все разные петербургцы, но мы все вместе. Именно этим город наш силен своей духовностью, истоками, традициями, многонациональной поликультурностью своей. И вот праздник как раз Масленица, она как раз и подчеркивает, что это праздник не только русских, не только славянских, это еще 10 народов празднуют. И они также гордятся, что им есть возможность замечательно в нашем городе поучаствовать и показать, а вот чем мы где-то, какие-то нюансы, какие-то новые возможности мы реализуем себя. Конечно, 21 век и Масленицу тоже приносит новые идеи. Мы же не будем говорить, что этот брин был таким, как его 3 тысячи лет назад. Наверное, он был другой. Да, конечно, совершенно другой. Да, и также и Масленица. Но главный стержень это все-таки наши традиции. Мы не Ивана, не помнящие родства. Вот на протяжении 6 лет что удалось сделать? Вот так вот кратко, тезисно. Какие вот достижения, которые вы сделали? Вот гордитесь какими достижениями? Ну, мы за эти годы, когда создавался и развивался Дом национальности, сумели наладить отношения со многими национально-культурными объединениями в городе. Их по нашим данным около 300. И на сегодня мы половину практически с ними как бы работаем. Поддерживаете взаимоотношения? Сотрудничество. И благодаря этому нам удается решать многие проблемы, которые возникают на межнациональном уровне достаточно оперативно и достаточно легко и просто. У нас есть телефонный звонок. Давайте сейчас ответим на звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. У меня есть такой вопрос к вашим гостям. Во-первых, мне стало интересно, вот раз в нашем городе замечательно существует такое доведение как Дом национальностей, какие помимо Масленицы существуют вот такие межконфессиональные праздники, которые могут отмечать представители различных конфессий и национальностей. Вот. И еще есть второй вопрос, если можно. Знают ли ваши гости какие-то, может быть, специфические рецепты блинов вот у разных народностей? Спасибо большое за вопрос. Второй вопрос мы уже обсуждали. К сожалению, вы не в курсе, да, я так понимаю? Ну, почему? Есть свыше 200 рецептов приготовления блинов. Я, например, люблю со сметаной, сливками и грибами. Мои любимые. Ну, это уже готовый продукт. Готовый, да. Я так понимаю, здесь вопрос шел о том, как приготовить этот блин изначально. Вот мука, яйца, вода. Я думаю, что любой хозяйка это известна технология. Плюс немножко фантазии, плюс есть литература. Пусть почитает историю Масленицы, петербургской народов. Справочники есть, литературы очень много. Мы выпускаем, комитет по внешней связи, этнокалендарь, пятый год подряд. Он распространяется во все образовательные учреждения. В конце есть колонка. Вот такая кухня народов. И там есть Масленица. Это все прописано у всех народов. А что касается первого вопроса, вот межконфессиональные, межконфессиональные праздники какие-то. Но я могу сказать, что одним из праздников, который сразу следует за Масленицей, это праздник Навруз, который в определенной степени объединяет тюркоязычные народы и Таджикистана. 11 народов празднует. И пришел именно оттуда, но в то же время он ассоциируется именно с днем равноденствия 21 марта, когда день равен ночи. И у этих народов он всегда ассоциировался с приходом весны. И он в определенной степени аналогичен. Ну, схож с нашей Масленицей. Да, чем-то схож. Только там плов, а не блины, как основной символ плодородия. Правильно, Сергей Александрович? И вот Навруз начинается, заканчивается Масленица, начинается Навруз, он идет не один день. И Дом национальности каждый год готовит широкую программу празднования на лучших концертных площадках. И потом есть корейские праздники, Чхусок, есть Юханус. И около 50 праздников, которые схожи вот с нашей Масленицей. И все Дом национальности тщательно к ним готовятся. Можно зайти на сайт Дома национальности. А как сайт звучит? Давайте озвучим. Домнац Яндекс.ру Домнац Яндекс.ру Домнац Яндекс.ру В поисковике легко найти Санкт-Петербургский Дом национальностей. Там все прозрачно, каждый день расписаны планы, какие праздники, где готовим, какие мастер-классы. Получить консультацию, получить информацию. И вот Сергей Витальевич должен сказать по поводу приемной, которая у нас открылась 8 февраля, да? Да, у нас появляются новые ранее неосвоенные функции. Мы открыли общественную приемную Дома национальностей, задачей которой являются контакты с той частью, которую мы называем трудовыми мигрантами. То есть можно прийти, обратиться и получить какую-то помощь. Да, совершенно верно. Либо позвонить по телефону, либо прийти и будет оказана консультационная помощь по тем вопросам, которые возникают у трудовых мигрантов. В том числе и по национальным отношениям, в том числе и по Масленице. Вот, кстати, вернемся к Масленице и давайте узнаем, как празднуют жители нашего города Масленицу. Внимание на экран. Как вы Масленицу отмечаете? На работе. Великолепно, танцуем, пляшем, веселимся. Масленицу блинами. Блинами блины делаем, очень вкусные, знаете, все едим. Ставим на стол все, что есть в холодильнике, сметана, варенье, икру и приглашаем друзей. Блины ели вчера с мясом. С гусьонкой, с медом? Да. С всякими разными начинками. Покушали с медом, с вареньями разными, со сметаной, с яблоками. В общем, было очень аппетитно и спасибо маме, в общем. В воскресенье, я думаю, поедем куда-нибудь в парк, будем водить хороводы. В выходные собираюсь, очень ударно, с медовухой, с блинами. Блины не получились. Да, блины не получились. Это было. Вот и вся Масленица. Действительно, да, Илья, перебью вас. Вот мы услышали сейчас комментарии, и они где-то, их можно сказать, что этим комментариям около двух тысяч лет. Почему? Люди сами не подозревая, уже как-то традиции озвучивают. Традиции, конечно, придерживаются. Да, один говорит, я вот на работе буду праздновать. А Масленица, которая начинается с понедельника и заканчивается в воскресенье, первые три дня, и в старину, и в Петербурге в 18-19 веках, с понедельника по среду. На работе, на работе, на работе, а у четверга, извольте, до воскресенья. А сегодня прям вообще святое дело, сегодня тещины вечерочки. Точно, сегодня для тещи вообще самый такой замечательный день. Когда можно все поставить на стол, можно напечь блины, пригласить всех для того, чтобы, ну, как-то отметить Масленицу. И самое главное, что тещю в этот день нельзя перечить, нельзя обижать, нельзя что-то говорить. И если приходят в гости, да, молодые, то надо быть предельно учтивым и великодушным, и толерантным. Сергей Витальевич, а вот что готовите, какой сюрприз готовите горожанам на Масленицу? 9 января, да. Ну, мы в этом году проводим наши мероприятия совместно с Кировским районом. Вообще у нас традиция... Это первый опыт такой или нет? Нет, каждый год проводим. Каждый год, но каждый раз с другим районом. Ну, в данном случае с Кировским районом, и проводится это в известном саду имени 9 января на проспекте Стачек. Начало в 12.00, если я не ошибаюсь, правильно? Совершенно верно. И, собственно, мы вместе с Кировским районом так продумали процедуру проведения мероприятий, что вот на протяжении этих шести часов свои возможности продемонстрируют различные национальности, и русские, и те, которые я называл, и будет казацкая джигитовка, и другие моменты. Приходите. И 4 тысячи блинов приготовьте. 4 тысячи блинов. Какой рецепт, сразу спрошу? Старый русский, наверное, какой-нибудь. Сгущёнка будет или сметана? Или на выбор, всё, что хочешь. Я знаю абсолютно точно, что будет чай, блинам. Ну, а какие сладости? Дело в том, что у нас вторник и среда, это по Масленице, это день сладостей. Поэтому эта традиция сладостного дня в Масленице, она будет в воскресенье продолжена. Наше национальное общество предложит жителям Санкт-Петербурга, жителям Кировского района сладости к блинам. Вот какие они предложат? Армяне, ингерманланцы, немцы, русские, украинцы, белорусы. Это мы узнаем только уже, когда придём. Сейчас не будем выдавать секреты. Попробовал, Вик. Ну, и вы знаете, вот важный момент, Масленице начинается шествием от метро Нарска в сторону сада 9 января. Это будет колонна вот настоящая. А сколько ожидается народу? Ну, мы ожидаем около двух тысяч человек. Минимум? Минимум. Да, минимум по нашим оценкам где-то должно быть не меньше. А вот это шествие, оно будет как-то ряжено? Вот народ будет в костюмах, карнавальный будет? Ну, а какая же Масленица без костюмов, без веселья, без нарядов, традиционных, языческих нарядов и так далее? Каждая национальность, каждая этнос, которая участвует в Масленице, приготовила свои наряды. Армяне, немцы и так далее. Поэтому все жители увидят. А вот, кстати говоря, как вот интегрируются в русскую Масленицу вот все вот народы? Ну, вы знаете, почти у всех этих народов аналогичный праздник есть. Другое дело, что он может не совпадать по дате и по определенным обычаям, но в то же время общее всегда присутствует. И несмотря на то, что основу составляет русская Масленица, все остальные достаточно органично вливаются в нее и дополняют новыми моментами, которых не было в русской Масленице. У нас есть звонок 635-85-72. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире. Здравствуйте, Александр зовут меня. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Ваш дом национальности уже очень давно функционирует. А были ли когда-нибудь конфликты между представителями разных национальностей? Потому что вот такое случается очень часто в последнее время. Спасибо. Спасибо. Ну вот такой вопрос. Собственно, конфликтов межнациональных мы никогда не отмечали. Я думаю, что внутри вашего дома их просто быть не может. Ну, внутри дома, естественно. Все объединены какой-то одной идеей. Ну, вы знаете, что вот часто жители Санкт-Петербурга, они попадают, ну, может быть, в плен каких-то мифов или представлений о том, что если возникли какие-то конфликты, обязательные они носят межнациональный этнический характер. Как правило, начинается с бытового, бытовой характер, как правило, это раз. Во-вторых, в отличие, допустим, от Лондона, Парижа, где, допустим, скажем, экстремизм носит системный характер, да, политический, этнический, то у нас системного характера в городе нет. Иногда вспыхивают какие-то волнения. Ну, я, например, могу сказать, мы каждый год, буквально одну ремарку, каждый год в самый последний день мая арендуем стадион Бутлера, Зенит, и проводим двудневный футбольный турнир на Кубок Губернатора, где участвуют 35-36 команд. Вот там иногда межнациональные отношения, в кавычках, вспыхивают, когда идет борьба за Кубок, когда на поле разгорается страсти, когда играют азербайджанцы, играют с евреями, а русские играют там с поляками, там действительно вот разжигается межнациональная дружба. Вот это действительно есть. Я согласен с этим вопросом. А так, чтобы, вы знаете, наш город уникальный, он отличается тем, что у нас толерантность с момента рождения. Вот петербургцев я имею, мы ее поддержим 309 лет. Уважительного отношения, независимого. Посмотрите, у нас конфессии все. Мечети, синагоги, дацаны и так далее. Православные храмы все работают, даже в годы блокады работали. Поэтому вот такого межнациональных стычек, как правило, нет. Возникает на бытовой форме, почве из-за непонимания, что Петербург это особый город. Где-то вот с этого горожане справедливо выражают недовольство. А вот когда празднуете Масленицу, вот в воскресенье, какие русско-народные, скажем так, состязания будут использоваться там? Перетягивание веревки, например, канаты, еще какие-нибудь. Ну, такие исконно-русские, может быть, стенка на стенку. Ну, кулачный бой, вы считаете, исконно-русский? Конечно. Мы как раз сегодня перед тем, как собирались на студию к вам в кабинете у директора, начальник сектора, так сказать, объясняла программу, как будут эти кулачные бои. А вот как, кстати, происходить-то, как это будет? Действительно будет настоящий бой или нет? Или так, просто помахаем подушками и... Ну, знаете, это не бои без правил профессиональные. Это, скорее, инсценировка, да, вот традиции и так далее. Конечно, там никаких физических таких увечий не будет. Скорее всего, это как форма забавы, потехи и так далее. Ну, победит сильнейший. Кто победит, тот и съест больше блинов. Вот наши корреспонденты приготовили сюрприз для всех. У нас на связи Екатерина Линникова, которая сейчас расскажет, что же у нее там происходит. Катя, вам слово. Здравствуйте, Илья. Ну, вот мы сейчас здесь отмечаем масленицу. Как выяснилось, работа это нелегкая. Готовиться пришлось основательно. Весь вечер я вчера пекла блины, сегодня все редакции. Мы вот такую прекрасную масленичную бабу делали. У нас здесь есть прекрасная компания. Ребят, угощайтесь. Угощайтесь, угощайтесь, смелее. Ребята подготовили нам небольшой масленичный сюрприз. Ребят, что вы принесли с собой? Чистушки. Чистушки? Ну, давайте исполним парочку. Раз, два, три. Ешьте, пейте, угощайтесь и побольше развлекайтесь. Масленицу ворот, открывайте шире рот. Чудесно. Пожалуй, тоже съем блинчик. Сейчас мы в нарушении традиции попробуем сжечь масленицу. Положено это делать в воскресенье, но в воскресенье у нас эфиров нету, поэтому вот наша масленица сгорит в этом году первой, наверное. Никогда этого не делала, если честно. Возьмите блины кто-нибудь, пожалуйста. Сейчас попробуем. Так, мы ее поливаем специальной жидкостью, потому что иначе не загорается. Ну. Вот, у меня тоже зажглась. Давайте еще вверху ее где-нибудь подожжем. Не так просто на самом деле. Во, прекрасно, горит. Будем надеяться, что действительно примета сработает и вместе с этой масленицей сгорит все плохое. Ой, мамочки уродные. Все, я думаю, что мы заканчиваем прямое включение. Илья, это уже опасно становится. Сейчас будем тушить масленицу. На самом деле это... Ой, Катя, спасибо большое. Действительно, лучше закончить сжигать масленицу. Ну, традиция замечательная. Это еще костер, прыжки через костер, сжигание чучела. И я надеюсь, что посмотрев этот сюжет, мы в воскресенье увидим, что по-настоящему к нам пришла весна. Уже так хочется, чтобы скорее сгорело чучело и в городе запахло немножко весной. Наши коллеги, которые будут праздновать Навруз, говорят, ну вот, знаете, в Ташкенте позавчера выпал снег. У вас в Питере после масленицы, скорее всего, раньше весна придет, чем в Ташкенте, в Узбекистане. Поэтому есть глубокий смысл в том, что делают, и сжигание. И будет хорошо, если как можно больше петербуржцев, особенно молодежи детей, будут знать этот праздник. Но вот, как вы заметили, у нас молодежь была на прямом включении. И частушки нам даже просчитали, и масленицу сожгли. И хочется спросить, какая у вас будет масленица? Чучело большое? Да, чучело большое. Сжигать тоже будете? Ну, как же. А где это будет происходить? Вот именно в самом парке? Да, именно в самом парке. На одной из площадок, которая специально оборудована для сжигания. Как-то там безопасность как-то предусмотрена? Конечно. Мы предусмотрели силы. Там более опытные профессиональные люди, чем здесь, пытались поджечь. Поэтому мы уже шестой год проводим масленицу в шестом районе. У вас сейчас есть уникальная возможность позвать всю нашу огромнейшую аудиторию на ваш праздник. Да, давайте. Напомним, когда и где это будет, и где встречаемся. Дорогие петербуржцы, мы вместе с Виталием Сергеевичем приглашаем вас в это воскресенье в сад имени 9 января, Кировский район, прийти на масленицу и почувствовать всю прелесть этого праздника, праздника петербургского, традиционного, который отмечается 309 лет в нашем городе. Это раз. Во-вторых, конечно, не создавайте давки на метро Нарвске, потому что именно оттуда начнется шествие ряженых чучел в национальных костюмах и так далее. Гармошки, вот эта вся колонна двинется в сторону сада. Поэтому принимайте участие, приходите, попробуйте блины, приводите детей, покатайтесь с горок, посмотрите, какая джигитовка, как это делают осетины, как армяны, как немцы, как русские, казаки. Поэтому замечательный будет праздник. Ожидается интересный, насыщенный праздник. Еще раз напомню, что это произойдет в воскресенье в 12 часов дня в парке имени 9 января. Приходите, не пожалеете. Сейчас реклама, а потом продолжим. Это программа «Петербургский дневник». Мы продолжаем. Еще раз напомню, что наши координаты 635-85-72. Это телефон прямого эфира. Адрес электронной почты, дневник собак.топ.спб.тв. Ну и, конечно, наш твиттер. Читайте нашу информационную ленту. Наш твиттер звучит так. «СПБ Тодей, участвуй в жизни города вместе с нами». Мы продолжаем. И хочется вот с чего начать. В Сочи на новой олимпийской арене завершился чемпионат мира по керлингу. Среди юниоров. Возраст участников до 21 года. В составе молодежной сборной России золотые медали завоевали три петербурженки. Это и стало поводом нашего сегодняшнего разговора. Итак, представлю гостей в студии. Ирина Владимировна Колесникова, тренер сборной команды России по керлингу. Здравствуйте. Оксана Гертова, чемпионка мира по керлингу среди юниоров, игрок сборной команды России. Здравствуйте. И Олеся Глушенко, чемпионка мира по керлингу среди юниоров, игрок сборной команды России. Ну давайте, здравствуйте и делитесь сразу впечатлениями. Я не знаю, может быть у тренера спрошу, как вы гордитесь девчонками нашими? Очень горжусь, вообще это грандиозно, и я надеюсь, что мы создали тот задел для Олимпийских игр, вот этими юниорскими играми, создали тот позитив и ту хорошую арену, и те хорошие результаты, чтобы в Сочи на Олимпийских играх наши взрослые поддержали. Я так понимаю, что это достаточно новый вид спорта у нас в России. Он же недавно пришел, по-моему, мы недавно занимаемся. В России он уже существует 20 лет. 20 лет? 20 лет, скажем так, это да, недостаточно, ну, конечно, относительно новое это да, но все равно достаточно молодой и юный, но вот такие вот уже результаты, особенно то, что наши питерские команды поддержали в этом году, это вообще грандиозный успех. Делитесь впечатлениями. Оксана, Олеся, вам слово. Ну, на самом деле. Как это происходило? Вот как, вот что чувствует человек, когда стоит вот на этом пьедестале, на первой ступеньке? Вот ваше ощущение? Первые минуты. О чем думаешь? О чем думаешь? Первые секунды на пьедестале мы очень сильно нервничали, потому что действительно за плечами проделана такая большая работа, и когда ты понимаешь, что это все вот так заканчивается, ты стоишь и не веришь в это. Мы с девочками стояли и думали, господи, ущипните нас кто-нибудь, потому что мы не верим в это. И потом, конечно, это же счастье, полное удовлетворение, большая благодарность, наверное. А вот первые мысли, когда объявляют победителей, вот что приходит в голову? Мама, папа, спасибо, тренеру спасибо, не знаю, господи, спасибо. Вот что? Я не знаю, мы, когда поняли, что мы выиграли, мы обнялись всей командой и с девчонками просто заплакали, потому что это действительно большое счастье для нас, это большой успех, и мы так долго к этому стремились. Вот сколько шли к этому? Ну, в этом году конкретно мы целый год у нас ушел на подготовку. Именно посвятили подготовке. Да, было убрано в сторону все, семья, друзья, учеба, все отставлено в сторону, мы думали только об этом, стремились только об этом. Но зато вы теперь обладатели замечательных двух желтеньких медалей. Поделитесь секретом, это настоящее золото или нет? Для нас да. Для вас да? Для нас, конечно. Для нас оно бесценно. Ну, трубы там, правда, нет. А можно посмотреть? Я попрошу. Пожалуйста. Тяжеленькая. У вас это первая золотая медаль? Или нет? Или уже были какие-то? Такого уровня первая. Такого уровня. Вот посмотрите внимательно, вот она, золотая медаль. Вот я бы тоже хотел бы, конечно, чтобы за какие-нибудь заслуги перед Отечеством у меня дома оказалась какая-нибудь маленькая позолоченная медалька. Все в ваших руках. Дальнейшие планы какие на будущее? Вот сейчас девчонки завоевали первое место. Готовитесь куда? Что следующая ступенька? Ну, на самом деле, дальше чемпионат России. Готовимся клубными командами, межпитерскими командами завоевывать медали на клубном уровне. Ну и надеюсь, что юниорки, они все-таки будут уже основными кандидатами в основную сборную команду, в олимпийскую сборную команду, продолжать уже на более высоком уровне этого всего. Ну, а если говорить о сложности спорта, это сложный вид спорта? Это сложно технически сложно, эмоционально сложно, по уму. То есть это не просто... Здесь нужно еще продумывать на шаг вперед? Да, конечно, конечно, да. То есть это такой тактический вид спорта, это достаточно очень сложно. Вот я слабо разбираюсь в этом виде спорта, но вот проясните мне, я знаю, что есть две команды, знаю, что... Вот как называется вот эта вот гирька? Камень. Камень, да. Я знаю, что камни должны оказаться вот в доме, правильно я так понимаю? Если камень не доезжает, то он выбывает. Ну, есть разметка, которая... То есть, ну, сам дом непосредственно, и перед ним красная линия. Камень должен оказаться вот в игровой зоне вот этой красной линии до конца площадки, то черной линии, так называемый бэклайн. Между хогом и бэклайном есть расстояние, то есть, которое не только приносит очки, но и играет роль защиты. То есть, если камень останавливается перед домом, он является защитником. Ну, мне кажется, это травмоопасный вид спорта, на первый взгляд, нет? Потому что вот когда ты бежишь за вот этим камнем и пытаешься натирать лед... Нет, 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 достаточно... Или какая-то есть обувь специальная? Не очень травмоопасный вид спорта, скажем так. Да, конечно, есть специальная обувь этого всего. Но единственное, чем хорош керлинг, что ты можешь прийти туда в 7 лет и участвовать. У нас вот скоро будет проходить чемпионат мира среди ветеранов, и там могут участвовать люди, которым 70 лет. Возрастных категорий и ограничений нет. Категорий абсолютно нет. То есть это вот чем хороший этот вид спорта, что ты можешь участвовать от и до. От чего зависит победа вот здесь? Вот какие-то есть три составляющие? Вот вы когда играете, на что делаете и, наверное, на что обращаете в первую очередь внимание? Что нужно сделать для того, чтобы победить? Во-первых, командный дух должен быть. Естественно, раз это командный вид спорта, то тут каждый должен быть друг за другом. Это очень важно. Должна быть гармония в команде. Во-вторых, конечно, концентрация очень большая нужна. Мы играем около трех часов, бывает даже больше, и нужна максимальная концентрация от начала игры до конца. Ну и, конечно, координация, физические качества. Что-то Олесенька у нас молчит, такая красивая девушка пришла к нам сегодня в студию и молчит, отмалчивается. Не дам я вам молчать. Какая ваша обязанность была именно в команде? Я поддерживала всех. Я сидела на замене, была готова заменить любого игрока. Конечно же, не знаю, я болела мысленно, всегда хотелось помочь им, что-то помочь дотереть, как-то подбодрить их, когда какие-то броски не получаются. А вот тереть, вот вопрос, вот тереть сложно? Все труд, все бросают. То есть это нет такого, чтобы какой-то игрок не выполнял какое-то действие. Команда выполняет все, все труд, все бросают. А поверхность льда, она должна быть какой-то специальной? Она чем-то отличается, допустим, от хоккейной? Да, конечно, она отличается. Лед специально для Кёрнин готовят за 10 дней до чемпионата. Это вообще специальная вода, специальная поверхность, специальная. Это еще, то есть поэтому вот то, что приготовили в Сочи, как раз это были тесты соревнований перед Олимпиадой. И как раз это была проверка асмикеров, это была проверка объекта вообще перед Олимпиадой. А вам понравился объект? Как там все устроено? Вообще на мировом уровне каток, конечно. Из тех, на которых мы бывали, он один из самых лучших, которые мы вообще видели. И сделано все вообще очень здорово на таком уровне, что мы, конечно, остались под впечатлением. Организация была очень хорошая, не было никаких вопросов ни к волонтерам, ни к асмикерам. Ну что ж, я желаю вашей команде дальнейших успехов, дальнейших медалей. Всего вам самого хорошего. Спасибо, что пришли. Еще раз поздравляем. Спасибо вам. Увидимся.